Всем привет! Это моя подруга Тася. Привет! И мы находимся у неё на даче. А вот это Тасян сын. Его зовут Саша. Но разговор пойдёт не о Саше, а о даче. Тася, что такое дача? Дача это такой домик с участком, куда обычно приезжают в течение лета, чтобы и поработать, и отдохнуть. На даче есть грядки, вот можно посмотреть. Так, и что там можно сажать? Давай посмотрим. Мы можем посмотреть, но там ещё пока ничего не зашло. Ну всё равно, чтобы было понятно, что такое грядки. Грядки это что? Это вот такие вот участки земли. Да, грядки это участки земли, чаще всего они огорожены деревяшками. И там сажают, ну у нас на севере сажают морковь, свёклу, можно сажать горох, капусту, цветную капусту, редиску, зелень, петрушку, укроп, салат, зелёный лук, чеснок. Миколу сажают? Да. Не знала. Вот. А те растения, которые теплолюбивые, их сажают обычно в теплице. Так, пойдём посмотрим, что такое теплица. Подержи, пожалуйста, микрофон. Давай. А то у меня волосы. Ветер. Значит, теплица это, она бывает из пластика, бывает стеклянная. Там у нас, да, сажают помидоры, огурцы. Можем посмотреть, у нас там пока посажены только немножко помидоров. То есть это те растения, которые любят тепло. Которые на улице холодно у нас на севере. То есть теплицы, они существуют только на севере? Слушай, не знаю, мне кажется, что может быть и где-нибудь в средней полосе тоже есть теплицы. Вы уже посадили там помидоры? Там помидоры, а там растёт итальянская клубника. Что? Клубника? Да, из Италии. В смысле, привезли семена из Италии? Нет, прямо вот саженцы. Саженцы из Италии? Да. Это эксперимент, да, такой будет? Ну, я думаю, что да, да, первый раз. А ещё я слышала, что на даче есть баня. У вас есть баня? Да, у нас есть баня. Пойдём. А Саша, ничего? Саша, пойдём с нами? Пойдём баню покажем. Пойдём баню покажем. Тут ещё участки, да, я смотрю? Да, здесь клубника растёт. Значит, вот это колодец, Настя, кстати говоря. Колодец — это... Там вода, то есть его выкапывают. Но я думаю, что все знают, что такое колодец, да, на самом деле? Ну, нет, не факт, не факт, что знают. Это источник воды. Саша, пожалуйста, не выкидывай туда шапку мою, ладно? А вы пользуетесь этим колодцем? Вы оттуда воду берёте? Да, мы оттуда берём воду, чтобы пить, мы не проверяли воду. А, мы берём туда воду, чтобы поливать растения. И чтобы что-то мыть, например. Чтобы что-то мыть, да, руки, посуду. Вот это смородина. Можно посмотреть листочки маленькие, смородиновые. У нас ещё только всё начинает проклёвываться почкой, всё только начинается. 15 мая, и только недавно всё так вот разделенелось. То есть зелёные листики появились совсем недавно. Это баня. Да, это баня. Ну, сейчас она закрыта. Там вообще два отделения. Я думаю, что интересно будет. Первый будет банник, называется. Там люди обычно переодеваются, снимают одежду, обувь. И потом проходит уже в основное помещение. Там стоит печка, чаны с водой. И там моются. И там моются. А чем баня отличается от сауны? Там более влажные? Я думаю, что да, всё зависит от пара. Потому что в сауне это пар сухой, а в бане влажные, что там можно подкидывать воду на печку, и тогда будет пар. И тогда сидеть будет особенно жарко. Потом пар проходит, и становится снова более комфортной температуры. А какая температура, получается, типа 80-90, да? Настя, не скажу. Не знаешь? Ясно. А вы сюда приезжаете, получается, только весной, летом и осенью, или зимой тоже? Зимой мы не приезжаем сюда. Здесь дорога, ну, сложно добраться. Начиная с апреля, да, наверное? С мая? Да, мы начинаем приезжать в мае, сюда где-то в районе 1-го мая, и потом всё лето, и где-то до октября, даже, наверное, до середины октября. А у тебя, Саша, есть какие-то комментарии по поводу дачи? Что ты думаешь по поводу дачи? Тебе нравится на дачу приезжать, Саша? Он очень любит дачу, на самом деле. Ну, то есть, ну, постепенно строили дом, понятно, что он появился не в первый год, наверное, даже. Вот, ну, постепенно всё... А, то есть, сначала приезжали просто, например, на день, чтобы... Ты что? Аккуратно, не-не-не. 30 лет, да? 30 лет. Мне 30 лет, и дальше 30 лет. Но выгляжу я лучше, чем дача. Это очень замечательно. Спасибо вам за внимание, я думаю, мы будем заканчивать. Если у вас есть вопросы к Тасе по поводу дачи, или ко мне, или по поводу моего возраста, то пишите их в комментариях, и мы ответим. Пока. Пока. Саша, скажи пока. Скажи пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.